Здравствуйте! В эфире Банкир ТВ. Сегодня в программе. Российские акции упали в цене по итогам торгов. Для предпринимателей остро стоит проблема доступности кредита. Прогноз валютного рынка на предстоящую неделю. Ипотека растет, автокредитование находится в стабильной фазе. Банкир.ру проводит летнюю онлайн-конференцию, посвященную итогам первого полугодия. А теперь подробнее об этих и других темах. В пятницу торги на российском рынке акций закрылись распродажами. Индекс ММВБ упал до уровня 1288,41 пункта. Индекс РТС снизился до отметки 1246,25 пункта. Подробнее итоги работы финансовой индустрии России смотрите на сайтах банкир.ру, 123кредит.ру, осрос.ру. 123сервис.ру – кратчайший путь к привлечению потенциальных клиентов в таких сферах, как кредиты, недвижимость, страховки, ремонты и другие направления. Звоните по телефону, указанному на сайте 123сервис.ру. Обеспечьте себя новыми клиентами уже сегодня. 123сервис – ваш ключ к успеху. О проблемах доступности кредитов для бизнеса в интервью банкир.ру рассказал генеральный директор городской лизинговой компании Владимир Лопатин. Он приводит данные опросов, согласно которым самой острой проблемой для бизнеса по-прежнему является получение заемных средств. И отнюдь не всегда трудность заключается в дороговизне кредитов и займов, подчеркнул эксперт. Многие готовы платить, не скупясь, поскольку заработают заведомо больше. Гораздо острее проблема стоит в доступности кредита, возможности его получения в принципе. Предпринимателей, которые не имели бы проблем с кредитной историей, раз-два и обчелся. Малый бизнес – всегда рискованное дело, а в нашей стране особенно. В нем обязательно случаются провалы, которые находят свое отражение и в кредитной истории. Согласно экспертной оценке, с подтверждением текущих предпринимательских доходов, как минимум каждый второй бизнесмен также испытывает проблемы, потому что налоговое бремя в России усугублялось даже в разгар кризиса. Полностью интервью с Владимиром Лопатиным читайте на сайтах банкир.ру, 123кредит.ру Продолжение следует... 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 Перспективы банковской розницы в интервью банкир.ру прокомментировал управляющий директор Совкомбанка Андрей Спиваков. «Мы разделяем розницу на залоговую и беззалоговую», — объясняет он. «К залоговым кредитам относятся автокредиты и ипотека. В этом сегменте свои тренды. Автокредитование является стабильным сегментом, ипотека растущим», — отмечает банкир. По нашим оценкам, в сегменте необеспеченного потребительского кредитования будет наблюдаться среднесрочная рецессия. Она продлится примерно 2-3 года. За это время рынок сильно изменится, очень многие ненадежные и слабые игроки с него уйдут, и через несколько лет мы увидим новый облик рынка», — считает директор Совкомбанка. Полностью интервью с Андреем Спиваковым читайте на сайтах банкир.ру, 123kredit.ru. Проблему санкций, направленных против российского банковского сектора, рассматривает колумнист банкир.ру Владислав Лейбов. Для банковской системы России, пишет он, международные санкции становятся причиной дополнительных проблем. Некоторые из тех проблем, которые существовали в банковской системе до введения санкций, могут стать серьезнее. Речь идет в первую очередь о росте роли госбанков в банковском бизнесе, об ухудшении качества кредитных портфелей, о замедлении роста кредитования предприятий, а также о снижении прибыльности работы банкиров. В конец цитаты. Полностью материал Владислава Лейбова читайте в разделе «Авторские колонки» на портале банкир.ру. В августе пройдет совместная онлайн-конференция агентства банкир.ру, журнала «Банки и деловой мир» портала finarti.ru. Онлайн-конференция будет посвящена итогам первого полугодия 2014 года. В ней примут участие главный редактор журнала «Банки и деловой мир» Людмила Коваленко и главный редактор агентства банкир.ру и холдинга 123service.ru, вице-президент Ассоциации региональных банков России Ян Арт. Задайте свои вопросы участникам онлайн-конференции «Российские финансы» накануне очередного августа, которое пройдет в августе на портале банкир.ру. Подробнее об этих и других темах финансового рынка читайте на сайтах банкир.ру, 123kredit.ru, asros.ru. Сюжеты Банкир.ТВ вы можете увидеть также на сайтах beriki.ru, 123service.ru, finarti.ru, на сайтах Ассоциации региональных банков России, Национальной Ассоциации кредитных брокеров и финансовых консультантов, компании «Кредитный и финансовый консультант» и других. А мы прощаемся с вами и желаем вам успешной финансовой недели! Субтитры создавал DimaTorzok